Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня мы поговорим об основных ошибках, которые делают специалисты при выполнении услуги ламинирования бровей. Поехали! Ошибка номер один. Когда берут щеточку и начинают очищать с помощью щеточки, либо если скрабируют кожу. Почему? Потому что потом составы будут вызывать у клиента дискомфорт. То есть мы убираем макияж максимально бережно с помощью детокс-муса и кисти. Следующая ошибка. Нельзя доставать составы с помощью железных предметов. То есть если вы взяли состав, то берем его либо чем-то деревянным, либо стеклянным. Но кисточкой с железным окончанием залазить в ванночку нельзя, потому что у вас состав очень быстро испортится. Ошибка номер три. При нанесении первого состава постоянно прочесывать щеточкой. В этом нет никакого смысла. Вы только травмируете кожу. Не нужно прочесывать щеточкой. Если вам хочется где-то что-то посмотреть, лучше возьмите плоскую кисть. И плоской кистью вам уже будет все видно. Ошибка номер четыре. Не смывать первый состав водой. Обязательно смываем первый состав водой. Причем убираем по росту. Аккуратно. Следующая ошибка. Когда специалисты не учитывают плотность волоса по длине брови. То есть у вас же может быть, что вначале более плотный волос, а хвост, например, более тонкие волоски. Поэтому и время выдержки будет разное. Ошибка номер шесть. Это неправильная выкладка волосуков перед нанесением второго состава. Помним, что именно второй состав фиксируют, поэтому очень важно красиво выложить волос. Также частой ошибкой является неправильный выбор состава. Если у вас волос тонкий, либо вы хотите оставить волос объемным, да, сделать его послушным, но оставить его объемным. Тогда выбирайте состав бровь фиксов. Если же у вас волос очень плотный, это мужские брови, либо вы хотите сделать идеально, чтобы они лежали прям приглаженные, тогда берите составы Lush Curl Love. Кстати, совсем недавно я показывала видео, где данными составами делала процедуру. Поэтому заходите и смотрите. Еще одна ошибка, когда берут кисточку, которой брали только что первый состав, либо не кисточку, например, палочку, ей брали первый состав, и этой же палочкой, этим же краем берут второй состав. Этого делать нельзя. Для каждого состава должны быть свои инструменты, иначе у вас просто состав быстро испортится. Если у вас еще остались какие-либо вопросы, у нас есть группа в Телеграм. Как найти данную группу? Напишите в инстаграм, в аккаунт elan.net.ua, что вы хотите в наше сообщество. И вам вышлю ссылку. Спасибо большое. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»